Сейчас мы говорим о влиянии фамилии на судьбу, или отсутствии такого влияния, будем выяснять. Анна Гаврик, биоэнергетик, создатель школы раскрытия сверхспособности и духовной биоэнергетики у нас на включении. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте, рада вас слышать, видеть. ФИО, фамилия, имя, отчество, они действительно как-то могут повлиять на судьбу, Анна? Ну, вообще-то да. Вообще, все, что мы меняем в нашей жизни, не только имя, а и страну проживания, и многие другие факторы, это все влияет на нашу жизнь, влияет на наши качества жизни и процессы, которые будут проходить в этой жизни. Но не факт, что это хорошо. Ну, вот об этом мы тоже говорили, но я начала такую информацию, для того, чтобы понять, хорошо или плохо, что касается именно смены фамилии, то нужно рассчитать число фамилий. Что это такое? Мы в школе по математике такое не проходили. У каждой буквы, в которой входят фамилию и имя, да, есть особая энергия. Я, как ведический астролог, с этой позиции, то есть есть нумерология обыкновенная, а есть астрологическая. Там у каждой буквы и цифры, в том числе, есть своя энергия. Ее можно подсчитать, суммировать и определить, нужна ли эта энергия или будет ли эта энергия помогать человеку. А есть какие-то удачные буквы фамилии? Ну, вы знаете, «А» — это всегда хорошо, «О» — живем в Украине. Нет, если говорить профессионально, то только конкретному человеку, по конкретной дате рождения, плюс еще место его рождения, плюс там еще какие-то сочетания. В общем, полностью эксклюзивный элгороскоп, эксклюзивное имя, эксклюзивные данные этого имени. То есть невозможно это легко посчитать, и даже просто в какой-нибудь интернет-программе может быть большая ошибка, потому что программа не учитывает тех факторов, которые учитывает только специалист. Но все-таки, если человек не планирует обращаться к специалисту, а планирует сменить фамилию, вот что важно, буквосочетание или какая-то удовлетворенность человека в этом имени, в этом своем новом названии? Это совершенно разные вещи, потому что если человек собирается менять имя для того, чтобы изменить свою судьбу и просто натыкает в интернете пальчиком какое-то звукосочетание, это не есть правильно. То есть это то же самое, что аппендицит тебе вырезать самостоятельно. То есть если уже говорить о конкретных переменах, то желательно обратиться к конкретному специалисту, который хорошо в этом разбирается. Ну хорошо, давайте мы зафиксировали этот момент. Если ты запланировал перемены именно с целью той, что хочешь что-то изменить в своей жизни, то лучше посоветуйся со специалистом. Но если у тебя происходит смена фамилии, ну, замужество предстоит, например, да, и фамилия та, которую предлагается приобрести, писать свой паспорт, она не очень, скажем, с точки зрения нумерологии. Что делать? А вот супруг говорит, нет, я хочу, чтобы ты была под моей фамилией, иначе все, развод и девичья фамилия. Давайте мы повернём вообще разговор в другую сторону, потому что изначально менять что-то в своей жизни так, как тебе хочется, это не есть правильно. То есть с одной стороны ты делаешь себе, возможно, лучше, а с другой стороны ты закрываешь те процессы, которые тебе нужно прожить в жизни. Если говорить о духовных законах, и такой есть духовный закон «всё содействует во благо», то ты можешь себе сделать лучше, но сделать хуже. А смена фамилии по мужу — это просто естественный переход со своего рода на его род. И тут, когда ты выбираешь мужа, ты выбираешь судьбу. И не совсем это тебе поможет не сменить фамилию. То есть там уже включается второй момент, о котором вы сказали, что, возможно, эта фамилия какая-то настолько некрасивая, смешная, что тебе будет просто некомфортно как женщине с этой фамилией ходить, допустим. Вот это да. Если тебя каждый раз, когда будут называть по этой фамилии, будет внутри сжимать и напрягать, наверное, вот этот более такой важный формат, чем те кармические последствия, которые в любом случае произойдут. Просто чуть меньше или чуть больше. Ань, ну вот мы говорили, да, что смена фамилии в замужестве — это какой-то естественный процесс. Но часто бывает, что и муж, и жена договариваются и берут себе в итоге двойную фамилию. Как это с точки зрения высших сфер? Ну, это попытка впихнуть невпихуемо. Ну, тоже хорошо. Ну, а происходит при этом сплетение рода на каком-то биоэнергетическом уровне? Или все-таки вот Вселенная как-то настороженно смотрит на такие эксперименты? Вы знаете, я вот именно с такой позиции не думала. Меня всегда больше волнует формат, насколько вообще человек согласен с правилами своей судьбы. И сколько всего люди делают для того, чтобы всё исправить. Но на самом деле акценты совершенно в другом. Акценты не в фамилии, не в муже, а в том, как этот человек проживает свою жизнь и что у него на сердце. То есть изначально внутренние скрытые моменты самого человека как качество характера — это самое важное. И в этот мир он пришёл, чтобы сделать свой характер лучше и исполнить свою миссию. А всё это, например, измена фамилии, измена имени — это больше такой, знаете, косметический ремонт всё-таки. Сделать вид, которого, может быть, на самом деле и нет. То есть назваться груздём, а оказаться лисичкой. То есть это вот такой специфический момент. Просто смотрите, у нас есть привычка искать выгоду или искать поблажки какие-то, поблажки у Вселенной. Но на самом деле по духовным законам мы изначально получаем все благословения, которые вообще можем запросить. А вот момент, как мы от них отказываемся, — это уже другая история. И смена имени — это тоже может быть очередной обходной круг, потому что человеку в какой-то момент трудно что-то принять. А нет принятия, нет терпения, нет смирения, нет тех положительных процессов, которые будут дальше. Поэтому иногда неприятные моменты нужно принимать спокойно, комфорт, чтобы потом получить большое благо. Ань, ну вы сказали вещи такие, у меня открылись глаза. Я не ожидала, что биоэнергетик скажет такое. В принципе, ты должен прожить свой, пройти свой путь, и от тебя зависит, каким он будет. А это всего лишь костыли, да, в случае чего. Спасибо. Спасибо. И искренне хорошего дня. Анна Гаврик у нас на включение. Биоэнергетик — создатель школы раскрытия сверхспособностей и духовной биоэнергетики. Суперслова.